Бавлинский район богат талантами и мастерами в самых разных видах деятельности. Сегодня мы расскажем об одной из необычных мастерских нашего города – гончарной ремесленной. Хозяйка гончарного дворика Эльвира Кострева воссоздала в нашем городе древнее ремесло, которое на сегодняшний день пользуется популярностью как среди взрослых, так и среди детей. В беседе с нами Эльвира Мударисовна призналась, что не сразу пришла к гончарному делу. Ранее многие годы трудилась в школе, а также директором в детском оздоровительном лагере. Работая директором базы отдыха и детского оздоровительного лагеря, в процессе смены третий каждый год проходили фестивали лагерей. И одна из площадок как раз была гончарная. У нас в семье как-то повелось, что мы любили все глиняные изделия. То есть у меня еще от моих родителей осталось много посуд глиняных. И также еще отец сам, помню, солил грибы в горшке именно глиняным. Ну какая-то любовь, видимо, все-таки была привита из детства, я хочу сказать. В марте 2018 года Эльвира Кострева попала под сокращение в связи с реорганизацией НГДУ «Бавлынефть». В этом же году Эльвира Кострева попала в проект «Фабрика предпринимательства», организованного Министерством экономики Татарстана. Здесь для старта своего бизнеса нужно было понять, что ты умеешь хорошо делать. Начала думать, чем я могла бы заниматься. И почему-то, я не знаю почему, я даже не могу объяснить, нет этому объяснения. Ну решила, думаю, попробовать, может, себя в гончарном деле. Даже не могла предположить, что это настолько серьезный, действительно тяжелый труд. Для начала, признается Эльвира Мударисовна, она стала искать подробную информацию о гончарном деле в интернете. Так «Бавлинка» нашла профессиональных педагогов из Уфы, которые согласились научить Эльвиру основам гончарного мастерства. Сначала не все получалось, но наша землячка не сдавалась. У меня не получается так, как у мастеров. Тогда я прям разревелась реально эмоционально, так воспринимала все. И у меня не получается, что же, может быть, я действительно не то выбрала направление. А учитель мне сказал, ну это дело такое, оно непростое. Вот поэтому гончаров-то не так много остается вот в этом именно направлении. Либо ты продолжаешь свой путь, либо останавливаешься. Наша героиня была настойчива в осуществлении своей идеи. Эльвира Косарева купила свой первый гончарный круг и несколько килограммов глины. «Ночами и днями сидела гончарила. Сама день и ночь фанатично крутила глину. И когда у меня получилась форма какая-то похожа на кувшин, я была безумно рада, я скакала, как малый ребенок». Сделав несколько первых изделий, Эльвира Косарева отвезла их в Уфу на обжиг. На тот момент у хозяйки ремесленной еще не было своей печи. В Уфе наша героиня прошла еще одно обучение, интенсивное, углубленное. После этого гончарная работа стала получаться значительно лучше. «У меня есть своя линейка сувенирной продукции нашего города. Мой проект прошел на выставку к президенту. Там же скрутила горшок, то есть кувшин, и попросила оставить автограф. Вот здесь как раз основатель этого проекта Булатов, Айдар Булатов. И президент как раз таки оставляет автограф». Сейчас Эльвира Мударисовна умело и профессионально изготавливает изделия из глины различных форм с использованием различных техник. Говоря о сложности гончарного дела, наша героиня отмечает и важность состава глины, с которой она работает. «Глина очень тяжелая. Вот здесь 10 килограмм. Вот потрогайте. Вот представьте, это вот чистая глина, она очищенная. Но чтобы вот эту чистую глину получить, это я должна сколько глины перемыть. То есть вот то, что мы недрак земли добываем, ее сразу взять и сгончарить, ну не вся глина подходит, я вам скажу. Вот хансоверскую отмывать пришлось, там очень много песка. То есть вот песок, он сам по себе рыхлый, он уже будет структуру разрушать, то есть стенки не будут держаться. То есть мне пришлось очищать долго эту глину. Вот. Почему эта глина хорошая? Во-первых, она сертифицированная. Во-вторых, она именно предназначена для посуды. То есть здесь вот мы видим температурный режим. То есть мне не надо голову морочить несколько делать тестов, то есть обжигов печи, на какую температуру я должна эти изделия, например, запекать. Почему? Потому что если я использую глину, например, она высокотемпературная, а я жгу ее на низкой температуре, получается, мои изделия будут недоготовленные. То есть они будут полусырые и будут нефункциональные, будут разрушаться. Если же я использую, например, высокую температуру, а эта глина, например, она низкотемпературная, то она у меня просто растает. Изучив техники, методику создания глиняных изделий, Эльвира Мударисовна с радостью обучает всех желающих удивительному ремеслу. Ребята в мастерской уже знают такие термины, как замывка изделия, роспись ангобами. Вот вы владеете таким ремеслом древним, которым занимались практически, наверное, все народы, да? Вот вы всему научились, все узнали. Вам захотелось делиться вашим опытом, наверное, уже и с другими людьми. Конечно, конечно. Мы пока здесь у вас находились, видим, что к вам пришли ученики. Да. В мастерской мы поговорили с Назаром Лазаревым. Он уже несколько месяцев посещает гончарный дворик. Несмотря на спортивные увлечения, именно здесь мальчик может расслабиться. Что вы сейчас делаете? Ну, сейчас я делаю основу горшка. Первое изделие было кружка в форме, ну, с дизайном мандарина. И еще одна тарелка была в горошек. А ты чьей-то еще увлекаешься, кроме глины? Да. Я увлекаюсь хоккеем, боксом. То есть ты такой спортивный, да, у нас, мужша? И тебе нравится также работать с глиной, да? Да. А глина все это у меня отвлекает, успокаивает. Две девочки-подружки Мария и Софина также увлечены гончарным делом. Я хожу сюда, потому что мне здесь нравится. Что тебе нравится? Я здесь могу здесь много сделать изделий. Один я подарила своей учительнице Лилие Максимовне, а второй я подарила бабушке. В гончарной лавке изготавливается посуда, которую не встречаешь в обычном магазине. А все потому, что мастер использует древние технологии при создании изделий. Я вообще начала работать в традиционной керамике изначально. Это была самая любимая техника, и на сегодняшний день она тоже остается самой любимой. Почему? Потому что вот в традиционной керамике керамика остается живой. Это древние технологии, это технологии, которые передаются из рук в руки от мастера к мастеру. То есть это древние технологии. Такой техники в магазине вы точно не купите, только у мастеров. Чем она отличается от магазина продукции? Потому что глина здесь, прежде чем, например, она попадает в печь, она проходит несколько этапов технологической работы. То есть она лощится. Что такое лощение? То есть мы знаем, вы уже почувствовали, сырая глина, она немножко пористая. То есть из шершавы. И она, как пористый материал, она чем-то похожа по структуре своей на губку. То есть она также и вбирает в себя влагу много. То есть водопоглощение большое. Вот чтобы уменьшить водопоглощение, мастер берет обычный речной камень и натирает, и до полировки, то есть до блеска, натирает глину. Затем уже идет гравировка нанесений, вот уже вручную наносится декор. То есть у меня не просто керамика, она художественная керамика. Видите? То есть вот все орнаменты – это художественный подход. То есть керамика отличается еще и художественной керамикой. И плюс после лощения и уже гравировки она уходит в печь. И после печи, как она выходит, мы ее молочим. Как вот Маша сказала, у нас тематика, то есть каждый ребенок, который у меня приходит на курс, он все эти техники изучает досконально, то есть от начала до конца. Сам весь процесс сам проделает своими руками. По словам Эльвиры Косаревой, она счастлива, что реализовала себя в новой сфере деятельности. Каждое созданное изделие из глины приносит тепло и уют в дома посетителей, учеников, гончарной мастерской. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Во многом зависит судьба человека. Главное – стать на правильный и безопасный путь. Школе. Большие перемены. Указку теперь не сломать, оценки не подделать, дневник не забыть дома. Родителей можно собрать одним сообщением, а форматы обучения стали более гибкими и технологичными. Незаменимыми остались только учителя. Благодаря им у детей появляется ответственность, упорство и вера в себя. Стань учителем. Выбери свой вуз на будьучителем.рф. Учитель – это навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Детям нужно ну очень много для счастья. Гоночные аттракционы. Изысканные деликатесы. Удивительные открытия. И в ямку бык, а чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий – одной большой родины. Этот Якуб получил Орден Мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОН-овец Орден Мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм. Победим и терроризм. Пожарные извещатели крепятся с помощью саморезов. Не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Эффект максимальный. Субтитры создавал DimaTorzok Думает змей, будто сам умеет летать. Кажется, змею он в небо умчаться сумеет. Если удастся ему эту нить оборвать. Рвется он быстро упрямую птицу по коже. Слеза на тонкую нить за то, что прочна. Жаль, но пока одного понять он не может. Что жизнь для него это нить, что в руках у меня. Поехал, кто снова знает. Лети, лети до облака. Меня с тобой забей и зови. Но не забудь, что нить в танках. Не оборви. Не оборви. Не оборви. Мы на бумажного змея, похожий немного. Жизнь небольшой над землей, помогая варить. Нить тянется, тянется к нам от родного порога. Детство и юности нашей внедримая нить. Нам эта ниточка всем Нужна словно воздух В радостный час Или в час, когда нелегко Помни о тех, кто нас ждет И о тех, кто нас создал И те, кто учил нас летать Высоко, высоко Руку выше, поем вместе Айда! Чоу! Лети, лети до облака Меня с тобой Зови, зови Но не забудь, что нить в танках Не оборви. Не оборви. Теперь вы давайте Лети За облака Меня с тобой Зови, зови Но не забудь, что нить в танках Не оборви. Чоу! Лети, лети до облака Меня с тобой Зови, зови Но не забудь, что нить в танках Не оборви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова